Всем привет! В ремонте планшет от DNS. Дефект? Нет звука в приложениях. При этом рингтоны проигрываются. А с того же ютуба звука нет. Также не проигрываются системные звуки. Чтобы исключить проблемы с программным обеспечением, сбросил планшет. Но никаких положительных результатов сброс не принес. Значит, проблема с аппаратной частью планшета. Проверяю звук от разъема для наушников. Подключаю маломощную пассивную колонку. Звука также нет. Обычно такой дефект появляется из-за неисправности разъема для наушников. Объясню поподробнее. На рабочем планшете при подключении наушников системные звуки и звуки в приложениях проигрываются через наушники. Звуки рингтонов же проигрываются встроенным в планшет динамиком. Возможно, что-то случилось с разъемом для наушников или его пайкой к плате. Такое часто бывает. Но все это останется лишь моей догадкой, пока я не разберу планшет и не проверю состояние разъема для наушников. Разбираю планшет. Перед разборкой вытащи сим-карту и карту памяти. Разбираю планшет с помощью пластиковой карты. Отключаю провод динамиков и откладываю крышку. Осматриваю внутреннее состояние и разъем для наушников. На первый взгляд ничего подозрительного. Обратил внимание, что внутри множество открутившихся винтов. Практически во всех частях планшета. Удивляюсь, как там еще ничего не замкнуло. Это проблема некачественной сборки планшета. На резьбу винтов обычно наносят фиксирующую смазку, предотвращающую самопроизвольное выкручивание. Затягиваю все оставшиеся винты. Подключил колонку. Проверяю надежность монтажа разъема. Разъем шатается, причем вместе с монтажными площадками платы. Дорожки платы оторваны. При определенном положении разъема, контакт разъема с платой восстанавливается. И из колонки появляется звук. Нужно восстановить пайку разъема к плате. А дальше уже смотреть, появится ли звук из встроенных динамиков или нет. Для ремонта нужно извлечь плату, выпаять разъем, проверить какие монтажные контакты оторваны и найти поврежденные дорожки. Впаять разъем на место и восстановить контакт дорожек с выводами разъема. Отключаю аккумулятор, все шлейфы и провода, выкручиваю винты и достаю плату. Выпаиваю разъемчик. Состояние разъема отличное. Никаких повреждений. Вырваны 4 монтажных контакта платы. Под микроскопом осмотрел, каким элементом платы вели оторванные монтажные контакты. Впаиваю разъем на место. С помощью проводков восстанавливаю контакт выводов разъема с элементами платы. Например, этот крайний выводок разъема был соединен дорожкой с диодом. Дорожка оторвалась, и я восстанавливаю контакт вывода разъема с этим диодом с помощью проводка. Надеюсь, я достаточно понятно объясняю. Напишите в комментариях, если вам непонятно. И то же самое с остальными поврежденными контактами. Продолжаю восстановление. Готово. Все контакты восстановлены. Установлю плату на место, подключу все шлейфы и проверю наличие звука. Системные звуки есть. Звук с ютуба также есть. Дефект устранен. Но так оставлять разъем, думаю, будет ненадежно. Со временем расшатаются и проводки оторвутся. Поэтому дополнительно зафиксирую разъем методом суперклея и соды. Перед поклейкой поверхность нужно очень хорошо обезжирить. Можно растворителем. Наношу капельку суперклея и сыплю соду. Обычная пищевая сода. Еще немного клея. И соды. Остатки соды сдуваю. Чуть просушиваю феном. Температура воздуха 100 градусов. Получается довольно крепкая субстанция. Наподобие пластика. Обрабатывается как пластик. Фиксирую провода и шлейфы каптоновым скотчем. Собираю планшет. Тестирую. Проверяю исправность разъема для наушников. Тестирую работу всех функций планшета. И на этом мой ремонт завершен. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч в других ремонтах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok